Я спешу, а вам-то... Ну, вам-то вы при исполнении так. Есть ли серийный номер, не перекрашена ли рама? Такую проверку некоторые велосипедисты областной столицы за последние месяцы прошли уже несколько раз. Служители порядка останавливают каждого, чтобы убедиться. Владелец двухколесного транспортного средства, собственник по праву. Создается специальная база велосипед. Туда заносятся все наши, нами проверяемые велосипеды в течение дежурной смены. Составляем формализованный рапорт, этот рапорт передаем дежурному. Ни-ни-ни, проблем нет, потому что у меня паспорт, я все с собой вожу, вот, показал им, он посмотрел. Может, тут все, так что... Давайте сверим еще. Так сверьте я только, если у вас там можете смотреть. Таких осмотров каждая группа проводит до 30 в сутки. Все потому, что с появлением на улицах первых велосипедистов участились и кражи их транспортных средств. 1 августа стартует очередной этап глобальной спецоперации. В данной операции участвуют все, без исключения, сотрудники управления. Значит, это и сотрудники патрульно-постовой службы, и участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, сотрудники по исполнению административного законодательства. С начала года в Вологде было угнано 106 велосипедов. Установить виновников удалось только в 39 случаях. Чтобы избежать новых пропаж, полицейские во время проверки объясняют, как не стать жертвой преступника. Хранить, наверное, дома не в подъездах, не оставлять без замков закрепляющих устройств. Стальной закаленный хомут и запорное устройство – такая она простая схема велосипедного замка, которых насчитывается уже несколько десятков видов. Короткие для тех, кто привык пристегивать только колесо с длинным хомутом для крепящих замок на раму. На выбор финский или английский вместе с комплектами ключей для всей семьи. А кто часто эти ключи теряет – кодовый с 10 тысячами возможных комбинаций. Для тех, кто за эстетикой не гонится, исключительно черный цвет. Кто с претензией на гламур, может получить розовый с разноцветным циферблатом. Несмотря на то, что трос кажется тонким, то есть на разрыв он выдерживает несколько тонн. И так как внутри идет оцинкованный закаленный трос, поэтому обычными кусачками его нелегко разрезать. Однако велосипедисты нередко оказываются в сводках происшествий как нарушители. Многие ежедневно испытывают судьбу при пересечении проезжей части. По территории для пешеходов они резко выскакивают на дорогу. Водитель не успевает среагировать. И для обоих после этой зебры наступает черная полоса в жизни. 5 ДТП произошло по той причине, что велосипедисты пересекали проезжую часть дороги по пешеходному переходу, не спешившись при этом с велосипеда. Это самое грубое нарушение правил дорожного движения. И за него предусмотрена административная ответственность. По части 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф за данное правонарушение составляет 800 рублей. Перечень популярных нарушений дополняет выезд на дорогу без предупреждения, а также отсутствие светоотражающих знаков. Отдельное внимание обращают полицейские на амуницию велосипедиста. Как показывает практика, во всех ДТП водитель двухколесного транспортного средства получает травмы, а иногда и погибает. Последняя авария со смертельным исходом произошла накануне. Пьяный водитель в ночь на понедельник сбил парня. Ему было всего 24 года. Павел Громов, Игорь Трифонов. Новости Вологды.